О, доблестная реклама. Что она нам дает? Реклама это, естественно, двигатель торговли. В рекламе я объясняю, как вам деньги заработать, и это только я делаю, потому что мне вы более интересны. Вы жители города Магнитогорска, понимаете, да? И все вот эти вещи, которые делаются для вас, в том числе и кредитные кооперативы, это тоже для вас. Я не делаю ничего ни для Челябинска, ни вообще никуда. В ту степь-то меня не потянет, а вот это вещи, которые нужны. Но для того, чтобы вам понять, что такое кредитный кооператив, это все очень просто. Вы можете просто вот сюда зайти, на труда 21, подняться, пообщаться, понять, куда ваши денежки складываются, на чем денежки зарабатывают. Здесь вам все объяснят, никаких проблем не существует. Мягко говоря, у меня такая проблемка есть. Если я нахожусь там, то люди, как правило, приходят. Мы недавно тут чайчик попили, и 3-4 человека просто заключили договор, потому что люди начинают понимать, что банки вас швыряют, понимаете? Это правило банковское такое. Это не западные банки, хотя и западные тоже вас швыряют. А здесь все честно и порядочно. Пришли, увидели, посмотрели, что вам дает этот кооператив. Ничего не буду рассказывать. Вот, смотрите, ничего дальше не говорил. Просто поймите. И поймете, куда необходимо положить ваши денежки. Ну так вот, раз мы про кредиты поговорили, а теперь разговор про денежки. Из собственных помышлений я понимаю, что магнитка уже давно в новом кризисе. То есть пока остаток России вкатывается в очередную правительственную мясню, Магнитогорск понимает, куда девать деньгу. Денежки надо упрятать и не покупать не необходимые вещи, то есть машины. Ну не все, конечно, некоторые товарки так и сдают на права, Но понимать-то надо. С финансами в магнитку уже не сунешься. Сюда суются за деньгами. Ну а что, дал 7-8% и все нормально. А теперь давайте подумаем, так ли уж это зашибок. Про Семгу вы помните? И корочка у нас тоже почему-то в 5 раз дороже, чем в мире. Да и вообще надо понимать, что у нас все дороже, чем в мире, причем в 3 раза. А доходы-то вот не те. Ну а сколько банков? Да вы просто подумаете, сколько их? Такое ощущение, что у нас город банки кормит и кредитные кооперативы. Ну вот два простых теста. Для банков. Темпы инфляции и для кооперативов. А где вы денежки заработаете? В банках темпы инфляции в разы ниже натуральных. Ну и естественно, на всех рекламных проспектах сидит девушка и молотит всякую фигню. А вы же на нее смотрите и денежки ей отдаете. Хотя, честно, этим-то не надо было бы заниматься. А есть еще такие вещи. Ну вот подумайте. Вы принесли денежку. И вам очень сильно необходимо куда-то сходить. Ну в туалет, к примеру. И кто скажет, что это можно? И кто, если что, к чаю что-нибудь предложит? Вот этого ни в одном банке-то и нет. И ни в одном кооперативе. Я как-то протестию вам и эту среду чисто магнитогорского обитания. Тут вообще надо понимать, что вы принесли деньги. Вы принесли нормальный капитал. И по идее вас надо облизать, как нормального человека, который приносит эти самые деньги. Но кто это может сделать? И один кредитный кооператив это делает. Что же такое кредитная организация? Прежде всего, кредитная организация это все. Банки в том числе. Потому что банки пришли сюда для того, чтобы взять ваши денежки. Наплодить вам лапшу на уши. Потому как, представляете, да? Обычно человек, с которым вы общаетесь, это девушка. Девушка с весьма пышными формами. И вы почаще смотрите больше на формы, чем на то, что вам выдает эта девушка. А девушка выдает вам денежки под абсолютно другие проценты. Я вам скажу, под какие проценты. То есть от 30 до 50-60 процентов. Представляете, да? У вас берутся деньги, у населения, под сумму гораздо менее, чем темпы инфляции. То есть темпы инфляции говорят, что у нас 6 процентов. Ню-ню. Видала такие сказки? А выдаются под 60. Так нормальный бизнес, что такое-то? Нормальненько. Здесь же кредитный кооператив «Гранд Капитал Кредит». Вас просто просят сюда зайти и посмотреть, как здесь все делается. Потому что здесь абсолютно все честно. То есть если вы захотели получить денежки, вы их можете сюда отдать. Причем вы можете сюда прийти ни один раз, ни два, ни три, ни четыре. Посмотреть, как здесь с вами работают. Пообщаться с людьми. Понять, что это такое, да? Положить сюда денежки под нормальные проценты, потом получить. Чем ли это нехорошо? Или вы все-таки думаете, что банки вам будут говорить что-то лучшее? Нет, этого не случится. И теперь внимание, как надо работать. Во-первых, надо любить тех, кто принес сюда деньги. И это правильно. Причем любовь к кредитно-потребительскому кооперативе «Гранд Капитал Кредит» имеет свои реальные подтверждения. Еще ни один член кооператива после заключения договора не вышел отсюда без подарка. Причем подарки-то не маленькие, не феньки разные, типа ручек и листовок с призывом вступления в эту организацию, а достаточно дорогие вещи, которые и купить-то придется, и выложить денежку. Естественным образом вам объяснят условия работы. И теперь вы уже правильно получите свои нормальные денежки, обгоняющие наши долбанные 6% годовых. Ну и естественно для тех, кто понимает, как без ипотеки заработать на квартиру, сыну либо дочке. Хат у нас много, строиться будет еще больше. Магнитка доблестным образом усосет все, что в радиусе 150 километров и заберет лучшие умы из республик бывшего Советского Союза. Да и понятно, тот, кто строит хаты, хочет их продать. И цены на недвижимость у нас будут, ну скажем так, в заморозке. Но продав бабушкину квартиру и подождав 4 года, вы купите из усосанной однушки нормальную треху. Как вам это не правило, а? Вот сейчас пришел один человек с банка, в смысле это же женщина, пришла и говорит, давайте нас рекламировать. Я говорю, а что про вас-то рекламировать? Я все банки прошел, понимаете? У всех банков как-то все совсем нехорошо. И честно говоря, все эти банки куда-то свалить собираются. Максим попросил, говорит, про кредиты расскажи. Я расскажу слово кредиты. Я брал кредиты, как и все нормальные люди в 2007 году. Я их взял примерно 5 миллионов. Как я с ними плюхался потом, это просто слов не передать. Шесть судов у меня было. Естественно, я отплюхал все, что можно. А вы не можете со мной поговорить? Спасибо. У меня микрофон сейчас возьму? Нет, спасибо. Ну ладно, видите. Люди хотят понимать, что гранд капитал это правильный банк. Но это не банк, понимаете? Это все-таки кредитный потребительский оператив. Он, естественно, тоже выдает вам кредиты. Причем как бы, ну, и этим тоже необходимо воспользоваться. Для тех, кто хочет раскрутиться, по-другому не получится. Потому как у всех такие ситуации возникшие были. То есть, естественно, кредиты. Но если мы брали кредиты, то я их брал под определенное количество процентов. Очень немаленько, естественно. Здесь тоже немаленькие кредиты, но зато они вам даются, понимаете? И еще на вас смотрят так нормально. Особенно если вы тут работаете, то почему бы и нет? Собственным образом я как бы тоже хотел бы еще чуть-чуть прикупить. Но мне сейчас никто не даст деньги, потому что лечение у меня не здесь будет, да, понимаете, да? Вот. Поэтому кредиты у меня, наверное, будут турецкие. Вот. Другого варианта-то и нет. Вот. То есть, понятно, да, все конторы, которые выводят кредиты, рано или поздно, ну, деваются куда-то. А этот не девается. Он работает для всех. И в особенности для магнитогор.